всем привет дорогие друзья меня зовут полина все еще и также известная как парнада и сегодня мы будем говорить на очень мало популярную тему а именно тему смерти более того мы будем говорить не просто на тему смерти в стиле представления века на смерти нет я думаю это все совершенно спокойно можно найти интернете мы будем говорить на тему того как мы сами можем подготовиться к своей собственной смерти да я являюсь человеком который пропагандирует такой более ответственный подход к смерти я не считаю что все это знаете типа после нас хоть потоп вот я очень часто встречаю таких людей которые говорят мне все равно как меня похоронят скажу вот по своему собственному опыту когда я хранил свою маму я была очень благодарна ей за то что она оставила но не то чтобы инструкции но хотя бы просто понимание о том чего она хочет в плане когда умрет то есть она сказала что ей требуется кремация вот и и так далее там подобное что и не требуется там веночки вот это вот все вот эта требуха эти не нужна вот и смысл в том что давайте представим ситуацию вот у вас умер близкий человек вы хотите погрустить вы хотите немного прожить этот момент а вам нужно заниматься всеми этими организационными делами похоронить кремировать в чем похоронить какой гроб выбрать нужные венки ненужные венки вот это вот вся байда она на самом деле очень много сил и времени занимает не считая всех формальности которые хочешь не хочешь все равно нужно будет пройти поэтому исходя из этого я пропагандирую такой вот ответственный подход к собственному умиранию более того умирать в россии это дело достаточно дорогое вот так например место на кладбище в москве довольно дешево может стоить около двухсот трехсот тысяч рублей просто место на кладбище не захоронение не памятник не гроб ничего вообще вот это все стоит огромной суммы денег вот и не знаю почему но у нас не принято отложить какие-то средства на то чтобы тебя могли похоронить обычно делают только бабушки но суть такова что в принципе каждый из нас в определенный момент времени помрет в общем сегодня будем говорить вот об этой теме также напоминаю что я виканка если кто не в курсе и мы будем говорить на эту тему еще и с точки зрения вики в том плане что когда людей хоронят обычно происходит какая-то ритуальная часть да то есть проводят некий ритуал проводят там отпевание обычно до происходит и так далее но если ты виканин то вот как сделать так чтобы это все было по викански в общем об этом тоже поговорим я сразу извиняюсь трансляция будет достаточно длительная потому что тема очень обширная очень широкая поэтому оставайтесь если вам это интересно если не интересно вы не готовы об этом рассуждать лучше как бы отключиться вот в обиде не буду я буду еще подглядывать свою вот эту тетрадочку потому что я себе составил целый план вот я знаю как это выглядит со стороны я не собираюсь помирать по крайней мере ну как это сказать не ставлю своей целью помереть в этом году но я скажу честно вот у моя мама умерла довольно резко то есть она умерла не по естественным причинам она умерла в пожаре и давайте вспомним не так давно например в прошлом году уже почти год кстати прошел с трагедии в кемерово да то есть мы не знаем мы не знаем когда это произойдет и поэтому особенно некоторые пункты у меня связаны с тем чтобы не оставалось сожалений перед своей смертью итак а я разделила подготовку к смерти на следующие блоки вот я их так прям у себя так цветастенько зарисовала вот локит следующий подготовка первое и это на мой взгляд вот именно на мой взгляд самое важное это подготовка под смерть предсмертных видео у нас есть доступ к прекрасным технологиям совершенно спокойно можно записать свое прощание там с близкими с родными с любимым или оставить видео инструкции к тому как я хочу чтобы это было потому что поверьте не важно сколько вы будете говорить что вас нужно так то так то перед по после вашей смерти родственники скажут оправдают то как они хотят поверьте так будет как это объяснить после смерти родственники часто начинают думать что на самом деле вы хотели вот это или на самом деле они лучше знают если вы четко решили вот это будет доказательством тех кто хочет вот вашу волю исполнить видеозапись что нет она или он решили вот так то вот поэтому это в принципе полезно второй блок это определение что делать с вашими вещами после смерти может быть вы хотите что-то оставить на там благотворительность может быть еще что то может быть у вас есть какие-то особые вещи но мы об этом еще поговорим я сейчас перечислю блоки а потом мы на каждом остановимся третье это указание по поводу похорон как хранить что положить в гроб кто будет проводить церемонии тоже отдельно остановимся четвертое деньги на похороны тут я не буду отдельно останавливаться просто ну как бы если вы хотите что-то особенное в своих похоронах то будьте добры тогда отложите деньги на это все если вы хотите стандартные похороны ну в принципе будет неплохо если вы отложите хотя бы немножко чтобы помочь своей семье ну естественно если у вас там не супер-купер зажиточная семья и выкинуть там не знаю 500 тысяч на похороны для вашей семьи не составляет никаких проблем даже похороны через кремацию которые в принципе дешевле это все равно тысяч сто выползет сейчас когда мы десять лет назад хоронили маму у нас вышло около пятидесяти тысяч вот ну сейчас это все намного дороже стало и пятое это особые предметы вот здесь мы отдельно остановимся попозже я поясню я даже сейчас не буду спойлерить чтобы не испортить момент итак перейдем к первому подготовка перед смертных видео посмертных видео не знаю как их назвать люди будут их смотреть после вашей смерти наверное все таки посмертные видео мы никогда не знаем что с нами произойдет мы никогда не знаем в какой момент наша жизнь прервется возможно завтра я поеду на работу и случится какая-то авария взорвется троллейбус в котором я езжу а может быть что-то еще произойдет я хотела бы чтобы у моих родных была возможность лишний раз услышать что я их люблю вот просто банально мне бы хотелось иметь такую возможность для себя да чтобы я могла увидеть видео там своей мамы но к сожалению таких технологий не было у меня есть только фотографии воспоминания и что-то такое вот но у нас эта возможность есть вы можете как это можно организовать вы можете либо закачать куда-то эти видео либо вы можете например сделать это роликами на ютубе но с закрытым доступом то есть есть такая возможность может быть у вас есть свой собственный сайт или какое-то хранилище главное обеспечить чтобы ваши родные или близкие или душеприказчик могли получить доступ к этим видео то есть у них был какой-то код ссылка или еще что-то вот что типа после моей смерти вот по этой ссылочке проходишь там все есть и вы сразу говорите что там например мои пожелания на тему того как меня хранить и т.д. и т.п. они вон там вот лишний раз эта инструкция там будет может быть если у вас ну может быть у вас не клеится что-то с видео видео это моя такая фишка но все-таки может быть стоит не забывать что есть еще и завещание в принципе да если ну что касается не прощания со своими родными а что касается там инструкций то вы можете оставить их видео в виде завещания но тогда это потребует дополнительных нотариальных каких-то моментов да потому что завещание всегда можно сказать что это вообще какая-то непонятная записка неизвестно ты писал или нет если нет нотариальные нотариального заверения то это в общем-то просто бумажка которой можно подтереться если только у вас недружные родные близкие которые скажут да я помню он так хотел а вот здесь вот инструкция у нас есть вот я предпочитаю делить видео очень сильных дробей то есть отдельно видео допустим для моего ребенка отдельно видео для моего молодого человека отдельно для моих родных и близких отдельные инструкции что делать с моими вещами отдельные инструкции что делать со мной после смерти потому что я не хочу чтобы это все смешивалось в одну кучу да если через там пять лет мой ребенок захочет посмотреть видео где я что-то говорю ей да оставляю какие-то не знаю пожелания да там ребенку то пусть это не будет смешано со всей вот этой вот требухой предсмертной типа как там хоронить и так далее вот значит с видео я думаю закончили тут самый главный момент именно обеспечить их хранение постоянное да то есть если это сайт или хранилище согласитесь они могут отвалиться если это ютуб значит там нужно как-то закрывать доступ обеспечить этот доступ для конкретно отдельных людей но в принципе сейчас это не очень сложно и не очень затратно вот второе это определение давайте мы не со второго вот что определение делать с моими вещами после смерти а указания по поводу похорон вот к этому перейдем это третий пункт а потом мы вернемся ко второму пункту вот дело в том что вот я веканка да я бы хотела бы чтобы меня похоронили по веканским не канонам у нас нет канона у нас нет разработанной литургии того как хранить людей после смерти и так далее вот но между тем я хотела бы чтобы другие векане провели некую церемонию после моей смерти более того в идеале я хотела бы чтобы это происходило на моих похоронах потому что у христиан есть такая возможность у мусульман есть такая возможность да то есть есть священники которые могут прийти на их похороны и что-то сказать что-то провести спеть псалмы там не знаю все что угодно у нас тоже есть такая возможность на самом деле никто не запретит в зале там для прощания с умершим какому-то веканскому жрецу да встать произнести какую-то речь помолиться богу и богине и может быть там какую-то свечку зажечь или там побить в бубен уж если уж так вот хотя здесь конечно стоило бы уточнить у вас конкретно что в городе происходит в больших городах всем в принципе на вас насрать но здесь могут быть юридические проволочки да в маленьких городах может быть к юридическим проволочкам будут относиться более спокойно но могут чисто по своим традиционным да то есть у нас все так делается а вы тут хотите по-другому какого черта да то есть это тоже момент тонкий лучше походить поузнавать хотя бы позвонить почитать в интернете ничто не мешает вот я рекомендую я рекомендую что сделать найти себе жрецов сразу вот такая тема вообще я считаю что нужно знаете там это клуб там умерших поэтов или как там клуб мертвых поэтов вот нам нужен клуб мертвых жрецов да то есть договориться например вы находите себе трех-четырех друзей жрецов векан и вы договариваетесь друг все друг с другом что в случае смерти одного из них там трое других они как бы обеспечить чтобы похороны прошли как надо лучше искать ни одного жреца потому что опять же мы не знаем когда что произойдет вот представим да я выбрала там какого-нибудь сашу своим жрецом да я помираю а он в отпуске на мальдивах и чё тогда и все и но пасаран вот в случае ну вот поэтому я думаю что нужно три там хотя бы человека да чтобы они могли быть взаимозаменяемы к тому же мы никогда не знаем когда это произойдет периодически с этими людьми надо общаться лучше сесть обсудить какую церемонию конкретно вы хотите что туда должно быть включено кто-то верит что после смерти нам требуются особые ритуалы чтобы наша душа могла легче пройти посмертный путь значит это одна церемония кто-то верит что в принципе душа и так легко отходит но нужно дать возможность родным и близким попрощаться да последний раз высказать волю свою это другая церемония да то есть есть оттенки вот эти то есть прощание прощанием но есть некие оттенки на которых мы можем сосредоточиться вика это не традиционная религия да поэтому здесь может быть очень много вариантов того что в итоге должно быть то есть здесь нет одной единственной литургии вот так читаешь таким-то голосом и все вот и естественно я думаю каждому из нас хотелось бы чтобы на похоронах все-таки жрец был достаточно квалифицированным скажу как человек который прошел некоторое количество похорон вот даже когда на христианских жрецов смотришь вот я помню мы хранили мою подругу там был вот очень интересный жрец но он воспринимал это как служение он не применил провести проповедь между тем да то есть дать какие-то рекомендации как жить дальше чтобы улучшить посмертное состояние моей подруги когда мы хранили моего отца вот там жрец прям священник был вот просто на все сто и я не знаю как это описать он действительно вот мне кажется что это был вдохновленный человек с другой стороны я видела и священников которые просто отчитывали литургию бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу такое тоже бывает что уж поделать вот все-таки мы векане мы можем себе выбрать жреца с этим жрецом вы могли уже практиковать особенно если вы живете в одной области а нужно жить в одной области чтобы друг другу провести какую-то церемонию поэтому поэтому вы сможете увидеть этого жреца воочию может быть вот здесь я вообще кину такую тему может быть вы можете даже порепетировать похоронную церемонию разыграть ее там в лицах кто-то лежит мы его похороним там и так далее это тоже достаточно очень интересный на самом деле опыт и такой момент тоже очень важный что например когда мы проходим шабаши когда мы празднуем шабаши полнолуние вот это вот все если вы напортачите у вас есть возможность в следующий раз вот будет следующее полнолуние вы сделаете это лучше но простите похороны да вот это один раз все напортачишь другого не будет все поэтому а опыта согласитесь в этом плане немного немного у вас друзей векан которые помирают и говорят полинка ты после моей смерти должна значит приехать туда-то туда-то провести такую-то такую-то церемонию ну очень мало этого опыта я скажу честно у меня была одна единственная литургия похорона и то это была онлайн литургия в связи с тем что мы не могли присутствовать на похоронах но между тем даже в этом варианте она была всего одна за мою 20-летнюю практику вики достаточно обширная хендфастинги пожалуйста веканинги ну так но похороны это намного более редко потому что у нас сейчас все векани в основном молодые вот поэтому к тому времени как мы начнем все помирать нужно чтобы был кто-то кто это уже умеет делать да то есть к тому моменту как вас позовут вы уже должны уметь проводить эту церемонию а как этого достичь без практики поэтому да возможно нужно рассмотреть такой вариант что вам придется немножечко порепетировать это да хотя бы может быть сам с собой там куклу положил похоронил там все дела там не знаю что угодно а может быть вы можете вписать такие моменты интересные в самайновские ритуалы вот кстати тоже такой момент можно рассмотреть каждый год каждый веканин празднует самайн или хэллоуин и можно внутрь туда вписать церемонию похорон мы же хороним бога можно прям хоронить этого бога закапывать его в землю ну там из глины что-то слепить да из воска и так далее то есть из каких-то природных материалов и таким образом год из года отыгрывать эту церемонию ее как-то репетировать но это так это мысли вслух вот вернусь к тому что хорошо было бы быть знакомым со своими жрецами хорошо было бы с ними договориться здесь же я отмечу что возможно вы знаете что ваши родные и близкие будут против подобной церемонии нужно это учитывать все-таки похороны вот я считаю что похороны это больше для родных чем для нас лично вот поэтому если вы знаете что это вызовет слишком сильный хайп и вы в принципе в нормальных отношениях со своими родными не нужно в час беды в час вот этой трагедии когда они вас потеряют еще подливать масло в огонь вот это вот все может быть пусть они как бы похоронят вас как обычно ну там может быть без отпевания и так далее а жрец придет после на вашу могилу например или проведет какую-то дистанционную церемонию то есть такой вариант давайте тоже рассмотрим какие варианты могут быть вариант первый у нас сейчас слава богу работает интернет и если вас знает какое-то количество людей вы все можете собраться в какой-то закрытой группе вконтакте и провести онлайн литургию да то есть вот кто-то будет вести эту литургию выбранный вами жрец он будет читать какие-то темы можно пустить какое-то слайд-шоу ваших фотографий или выложить фотографии на стену в эту закрытую группу да и провести такую вот онлайн церемонию почему бы нет вот если у вас много друзей в вашем городе да там эзотериков и так далее вы можете собраться в каком-то месте например снять какое-то помещение или собраться у кого-то дома да там разложить фотографии ну какие-то такие ритуальные поминки устроить но просто без непосредственно тела перед вами такое тоже возможно то есть такие моменты тоже надо быть немножко более пластичным все-таки похороны это такой момент который требует какой-то такой аккуратности тонкости в обращении с людскими эмоциями потому что момент действительно тяжелый вот также вы можете рассмотреть спаренный вариант например вот у меня много знакомых и друзей в онлайне и у меня много знакомых и друзей в реале и я хотела бы чтобы в реальности церемония прошла по веканскому канону вот ну условному канону по разработанному нами веканскому канону но между тем я хотела бы чтобы кто-то из моих знакомых провел онлайн церемонию для того чтобы мои друзья которые живут не со мной в одном городе Тоже могли как-то вместе собраться и все это провести. Вот. То есть я рассматриваю вот такие вот варианты много. Вот. Также указания по поводу похорон. Давайте пройдемся дальше. Помимо церемонии. Церемония, конечно, прекрасная, замечательная, но есть очень много мелких вещей, которые тоже следует обдумать, чтобы потом эти мелкие вещи не засоряли мозг тем, кому вас хоронить. Так, например, во что вас одеть? Бабушки, дедушки очень часто прям подготавливают одежку, вот в этом меня хоронить. Вот. Но может быть вы хотите какую-то, не знаю, церемониальную одежду, или хотите, чтобы вам какую-то пентаграмму положили. Я, например, очень хочу, чтобы мне в гроб положили книгу Терри Пратчета «Ведьма за границей», потому что, ну вот, хочу, все, я хочу. Вот. Может быть вы за искусственные цветы, может быть вы против искусственных цветов, может быть, вот вы реально каждый раз, когда вы посещаете похороны каких-то знакомых, близких, да, родственников, вы думаете, блин, эти уродливые там искусственные цветы, фу-фу-фу, не хочу, да. То есть такие моменты лучше прописать, ну просто как бы для своих родных, чтобы они не чувствовали себя. Вы знаете, самое вообще ужасное в смерти человека – это то, что ты потом чувствуешь себя слегка виноватым, что я сделал что-то не так, похоронил не так, как хотели, потому что, например, денег не хватало, да, и так далее. Вот эти вот моменты, чтобы их снять, вот когда это такое легкое облегчение, может быть, поддержка в час, ну вот в час беды для родных, что они знают, что они сделали так, как вы хотели. Это тоже психологический момент, который важен для родных. Вот, может быть, вы понимаете его, если вы проходили через подобное, то вот такой вот момент тоже есть. Также стоит подумать над тем, да, хотите ли вы, чтобы ваши родные тратились на место в колумбарии, если вы хотите. Да, вот на тему кремация или похороны в землю, да, опять же, тоже момент. Если похороны в землю, то куда? Если кремация, то хотите ли вы, чтобы был колумбарий? Колумбарий – это место, куда ставится, вот урна, да, или вы хотите, чтобы вас развеяли по ветру, да. То есть такие моменты. Если это у вас будет надгробие или еще что-то, вы можете выбрать заранее фотографию. Возможно, вы ходите по кладбищу, если вот там посещаете своих родных и знакомых на кладбище, да, то есть уже умерших. Вы, возможно, видите, что некоторые фотографии – это просто, ну, вот из паспорта взята фотография, и все. Ну, блин, почему заранее не выбрать хорошую, нормальную фотку для своей могилы? Почему бы этого не сделать? Вот. То есть вот такие моменты вы можете очень-очень хорошо проработать. Опять же, хотите ли вы, чтобы непосредственно на ваши похороны приглашали всех ваших друзей? Или вы хотите, чтобы, например, похороны прошли в узкой обстановке, а друзья знакомые узнали после? Хотите ли, чтобы оповестили всех? Например, я хочу, чтобы, да, там, если вдруг я умру, Родион вышел в контакт от моего имени, написал что-то на стене, чтобы все уже как бы были в курсе, и все. Вот. То есть я не очень люблю, когда люди через, там, год узнают о том, что кто-то помер. Это, блин, это реально отстойное ощущение, со мной такое было, и это, ну, не круто. Вот. В общем и целом, любые мелочи, которые придут вам в голову. Вот мы сейчас, большая часть из нас все молодые, это все можно продумать, записать, там, на бумажке, можно записать видео. Только единственное, что вот здесь один такой момент. Не нужно оставлять на последний момент знакомство ваших родных или душеприказчиков с вашими вот этими инструкциями, потому что, когда вас, вы помрете, у ваших родных будет дня три на то, чтобы организовать ваши похороны. То есть те, кто будут участвовать во всем этом, заранее должны знать все это, а не после. То есть вы как бы со всем этим их знакомите, вы об этом говорите со своей семьей, с родными, близкими, с жрецом, выбранным вами, да, как вы хотите. А видео или инструкция, это чисто напоминалка, чтобы там, не о чем он там хотел, кто помнит, да, там, а вот, а, вон там видео, как раз мы сейчас все вспомним, что он там хотел, заодно попрощаемся с человеком, да, как-то сказать по-человечески. Вот, и все вспомним, а все сделаем так, как надо. Вот, такие моменты вот лучше проработать, подготовить заранее. Ну и опять же, прям к пункту четвертому сразу же, да, деньги на похороны, если вы хотите что-то особенное, если вы хотите, чтобы там, не знаю, вам там какие-то особые цветы клали, да, там, амелу положили вам в гроб или еще что-то вы хотите, золотое одеяние, в котором вас положат в гроб. Будьте добры, обеспечьте это все самостоятельно, не складывайте это все на плечи ваших родных и близких. Вот, ну и мы перейдем к пункту два, это определение, что сделать с вашими вещами после смерти. Я не думаю, что нужно обсуждать с вами, что делать с вашими обычными вещами, то есть там, например, если у вас есть квартира, наверняка по завещанию или по правопреемственности, там у вас дети есть, которые, так сказать, ваши наследники или близкие родственники. Это все само собой разумеющееся. Обдумайте тему завещания сразу, не надо оставлять ее на последний момент. Но я больше имею в виду ваше веканское барахло. Вот вы померли, ваши родственники, которые вообще не интересуются веканством, они просто знают, что вы там какой-то хренью занимались всю свою жизнь. И вот у них на руках остается вся эта хрень, простите, да. Атамы, Болины, Пентакли, книги теней, книжки по магии. Куда им все это девать? Вроде выбросить, знаете, жалко, потому что, ну, для него это было важно. Может быть, какие-то из ваших родных просто не подумают и выбросить. Может быть и так. Но, может быть, вы хотите все-таки, чтобы ваши вещи перешли в надежные руки. Например, вы хотите, чтобы ваши книги теней перешли вашим братьям и сестрам по искусству. То есть вы можете завещать конкретному веканину, ну, не завещать, а как это сказать, пожелать, чтобы конкретному веканину передали ваши веканские вещи. То есть вот об этой теме стоит позаботиться. Вот я, например, так как я долго являюсь веканским активистом, у меня набралось не только мое веканское барахло, но еще и общественное веканское барахло. И мне требуется еще и решать, куда вот его девать после моей смерти. Потому что хранить 400 веканских книжек после моей смерти, ну, команду надо, господи, их сдадут на макулатуру и все. Вот. То есть эта тема такая достаточно, может быть, если не самая важная, но просто чтобы вашим друзьям, знакомым, я знаю, что, блин, нас не очень много. И иногда ваши записи, ваши какие-то вещи ритуальные, они могут послужить в будущем для других поколений векан, может быть, каким-то историческим примером. А может быть, вы завещаете свои вещи какому-нибудь веканскому исследователю, да, то есть какому-то веканину или не веканину, но человеку, который исследует Вику, ему будет интересно, да, там, вот все это исследовать, все вот это проработать и в какой-то архив сложить. Это тоже было бы интересно. Подумайте, об этом не вредно. И последний пункт, о котором я хочу поговорить, это пункт «Особые предметы и решение проблем с их использованием». Как пояснить? Вот, если вы за кремацию, то, скорее всего, ваша урна для праха будет с крестом, и на ней будет написано «Господи, спаси и сохрани». Вот, просто вот так. Все, больше вариантов, скорее всего, не будет. Когда мы в последний раз были в крематории, когда в последний раз осматривали урны, которые там были, пункт первый, они были достаточно дорогие, пункт второй, они были все на христианскую тематику. Даже мусульманской тематики не было вообще без вариантов, хотя мусульмане, по-моему, не кремируют. Я могу тут немножко ошибаться. Вот, поэтому, может быть, вы хотите какую-то особую вещь, а может быть, вы хотите что-то совершенно выходящее за рамки обыденного. Я помню, у нас была очень интересная встреча, когда еще было МДВМ, и мы регулярно собирались. Вот, это было полнолуние, посвященное смерти. И заданием в этом полнолунии было то, чтобы каждый участник подготовил рассказ о традициях, какой-то культуре в плане похорон, и рассказал немножечко о том, как он бы хотел, чтобы его похоронили. И вот одна из участниц хотела небесные похороны. Небесные похороны – это когда твое мертвое тело отволакивают на специальный холм. Это обычно в шаманах, вот, не в странах, а в областях, где шаманизм превалирует. Вот, туда это, значит, оттаскивают. И там хищники, вот, падальщики, они просто растаскивают это тело, ну, кусочки, да, и кости тоже. В общем-то, это, на самом деле, один из самых экологичных способов погребения. Может быть, вы, да, тоже на тему экологии задумываетесь и думаете о том, что там кремация – это не экологично. Там похороны в гроб тоже, в принципе, не очень экологично. Но такие вещи, вот, особенные вещи, особенная урна для праха. Может быть, вы хотите заказать у какого-нибудь гончара, гончара, не знаю, как правильно, свою урну, там, с пентаграммой, с какими-то надписями, да, там, «Добро пожаловать в страну вечного лета», там, или еще что-то. Может быть, вы захотите это заказать, но нужно это обеспечить, чтобы ваши родные знали, как и что говорить в случае, там, ну, приехал, там, например, вы хотите, вот, у меня есть такая тема, я не знаю, исполню я ее или нет, но я хочу свой гроб. Я ходила в Пушкинский музей, и я очень вдохновилась гробами фараонов, вот, саркофагами, где прям в картинках история жизни, вот, фараонов. Блин, это же эпически круто! Я тоже хочу гроб, где будут картинки с историей моей жизни, это же, боже, это прекрасно! Вот, но, пункт первый, где это хранить? Пункт второй, можно ли у нас в Москве, или можно ли будет на тот момент, когда я умру, потому что законы все-таки меняются, хранить человека в свой гроб? Может быть, есть какие-то, в плане, допустим, с урной, абсолютно точно могу сказать, что есть какие-то правила того, какая эта урна должна быть, то есть она должна быть то ли водонепроницаемая, то ли вот что-то такое. Вот, просто любой горшок или банку из-под кофе, вот как во всяких фильмах, типа, пока не сыграл в ящик, у нас в России такое сделать нельзя. Вот, то есть урна, и более того, я вам отмечу еще один момент. Даже если вы хотите, чтобы ваш прах развеяли по ветру, боже, у меня нос чешется ужасно просто, вроде норм, вот, если вы хотите даже, чтобы ваш прах развеяли по ветру, то все равно вы должны купить эту чертову урну, а она стоит немало денег на самом деле. Да, то есть, возможно, вы захотите такие вещи сходить и узнать, можно ли, если можно, то как это делать, да, в какой момент нужно сказать, потому что, когда начнутся похороны, все будет очень-очень-очень быстро, вот прям вот так вот, лучше о таких вещах узнать заранее. Особенно, кстати, подчеркну, если вы все-таки договоритесь с кем-то, чтобы он был у вас жрецом, возможно, и у вас попросят, чтобы вы были жрецом на похоронах другого человека. Соответственно, стоит подумать о том, что вы будете делать, да, все вместе, если кто-то из вас умрет. Какую-то спецурну, может быть, какое-то развеивание по ветру, может быть, какие-то, в какую-то специальную местность надо отвезти. Опять же, нам все это требуется бабло, потому что, если вы хотите, чтобы ваше тело отвезли на какой-то специальный холм и там растащили хищники, простите, это требует офигеть сколько денег, поэтому будьте добры. Вот, но в принципе, в принципе, я напоследок отмечу следующее. У нас в России все еще пока что посмертная воля священна. Ее даже законодательно защищают. Естественно, если она не вступает в противоречие с иным законодательством. То есть, например, если в какой-то области нашей страны есть специальный холм для захоронения, то это юридически обоснованно. Но вы не можете просто кинуть тело на любой холм, потому что это будет незаконное обращение с останками. Там вот есть отдельная статья под эту тему. А вторая статья это то, что это антисанитария, потому что они будут разлагаться и выделять трупные яды в соседнюю область. Вот, поэтому такие моменты. Ваша священная воля, ваша предсмертная воля священна, все ваши предсмертные пожелания священны, пока они не вступают в противоречие с законами Российской Федерации. В принципе, у нас нет там каких-то запретов на все это. И, как вы знаете, есть даже славянский некий Волх, который на вот этом кострище сжигает тела умерших собратьев славянского толка, которые пожелали по именно славянскому обряду, чтобы их похоронили. И он это делает, и, в принципе, ему, в общем-то, даже предъявить нечего, потому что есть предсмертная воля, есть... То есть, насколько я знаю, несмотря на то, что поднялся хайп, все-таки ему ничего особо там сильно не предъявили. Вот. Поэтому, в принципе, в принципе, у нас все это можно. Вопрос в том, как это обеспечить. Если вы понимаете, что денег у вас не очень много, или вы не считаете, что это настолько принципиально, чтобы вас волокли куда-то или хоронили в особом гробу, вот, вы можете как бы обойтись обычными похоронами, там, попросить кого-то из друзей в интернете, или просто собраться вместе, провести какие-то поминки по вам, да и все. Но в любом случае, вашим родным, вашим близким будет легче, если вы оставите рекомендации, оставите ваше послание им, чтобы они знали, что делать, не ломали на эту тему голову, им будет легче, ну и вы будете знать, что вы никого не обременяете своей, так сказать, смертью, вот, когда помрете, чтобы вот они с этим разбирались. Отдельно скажу, что сама тема подготовки к смерти, на мой взгляд, это очень мощная духовная практика. Вообще, я считаю, что смерть – это один из лучших подарков, который сделала нам жизнь, в том плане, что она делает нашу жизнь, может быть, немножечко более осмысленной. Мы, с одной стороны, есть люди, которые бегут от мысли о смерти, они постоянно такие, ой, о смерти нельзя разговаривать, я знаю очень много таких людей. Мне повезло, и тема смерти не была запретной в нашем доме. Мы спокойно могли сидеть с мамой ночью там на кухне, вот, курить, так сказать, в потолок и разговаривать о том, как кто из нас хочет, чтобы его похоронили, или каким мы видим воззрение после смерти. Вот я представляю так, она вот так, и может быть, а вот есть еще вот такая теория. То есть мы много об этом говорили, и это не являлось чем-то запретным, это не являлось чем-то постыдным, это не являлось чем-то табуированным в нашей семье. Я считаю, что это сыграло определенную свою роль. Во-первых, самое первое, что дает тематика смерти, это то, что вы начинаете ценить то, что у вас есть сейчас. У вас есть родные, у вас есть близкие, у вас есть ваши друзья, любимые, и вы можете быть с ними сейчас, пока у вас есть это время. Потом его может не быть. И вы можете сейчас говорить им, что вы их любите, вы можете сейчас не ссориться с ними из-за дурацких пустяков, вы можете сейчас помогать им, любить их, проводить с ними время, чтобы потом не жалеть об этом. Я видела ситуации, в которых люди очень жалели после смерти, после смерти близкого человека, что они как-то неправильно себя вели, и это выливалось в многолетнюю борьбу внутри себя, вот это чувство вины, которое пожирало изнутри человека и выплёскивалось периодически. То есть он вроде сидит, делает вид, что всё нормально, всё хорошо, а потом хопа и вылезло. Вот это вот, да, всё, вина, жалость, злость на то, что всё пошло не так, всё пошло, ведь смерть это, знаете, как я всегда говорю, да, беременность, я имею в виду рождение ребёнка, мы знаем, что вот там он в животике растёт, вот примерно через это время вот это произойдёт, да. Свадьбу мы планируем, подростковый возраст, мы знаем, когда он наступит, да, там зрелость, старейшинство, вот различные вот эти ритуалы перехода, мы все знаем, когда они наступят. Смерть – это то, что может случиться с вами в любой момент. Вы можете ехать на работу и помереть по пути, вы можете пойти в кинотеатр, вдруг всё загорится, да, и ваши родные и близкие то же самое, да, может что-то случиться, захватят школу или там, не знаю, или произойдёт другая трагедия, и всё, вашего родного человека не будет рядом с вами. Так делайте так, чтобы вы потом не жалели о том, что вы что-то упустили, вот, в любом смысле. Также тема смерти, она даёт нам основу для переосмысления своего бытия. Вот живу ли я так, что если завтра я помру, мне не будет жалко того, как я жила. Это не значит, знаете, некоторые в интернете там начинают на эту тему разглагольствовать, что вот, да я тогда пойду в разгул и вообще пропью всю свою там зарплату и буду жить вот там. Серьёзно? Это самый максимум того, что вы хотите от жизни – напиться, нагуляться и всё? Ну, окей, это ваше право. Вот. Я имею в виду несколько другое, когда мы понимаем, что наша жизнь неизвестно, сколько продлится, и всё-таки надо её жить, да, то есть вот у меня, допустим, есть ребёнок, я должна её кормить, но между тем, когда я иду на работу, я хочу, чтобы я не жалела, что я была на этой работе. Я не хочу целыми днями ныть на тему того, что вот, работа – это так ужасно, это так плохо, так скучно и так далее. Поскорей бы пятница, поскорей бы выходные, ой, понедельник наступил, поскорей бы пятница, да. Я не хочу так проживать свою жизнь. И тема смерти каждый раз мне напоминает об этом. Она говорит, ты можешь до пятницы не дожить. Не надо ждать, ждать жить, да, вот ждать времени, чтобы жить, чтобы проводить время так, как ты хочешь, чтобы реализовываться, чтобы расти над собой, чтобы радоваться жизни. Не надо ждать пятницы, потому что она может не наступить. Живи сейчас, радуйся жизни сейчас, проводи время вот со своими друзьями, или расти над собой, изучай, исполняй свои мечты. Сейчас, потом этого может не быть. Я считаю, что это один из самых больших, вот как я говорила, подарков нашей жизни, потому что смерть – наш лучший учитель, она лучший учитель того, как ценить жизнь здесь и сейчас. На этой позитивной ноте я закончу эту трансляцию. Я надеюсь, какие-то идеи придутся в пору веканскому сообществу, может быть, кому-то, кто не из векан смотрел это видео, вот, может быть, вы о чем-то задумаетесь, тоже захотите как-то подготовить свой уход, да. Ну, в любом случае, мне это дало возможность еще раз переосмыслить эту тему, пойду дальше записывать в свой блокнотик все, что я желаю, созваниваться или списываться с жрецами, которых я хотела бы видеть на своих похоронах, вот, и, может быть, кто-то захочет меня видеть на своих, посмотрим. Вот, всем хорошего дня, хорошей жизни, помните о смерти, помните, что она может наступить в любой момент, и жить нужно прямо сейчас. Всем пока!